Сегодня мы влюбляемся в классику. Классика бесконечно красиво, она как будто пронзает сердце. Идем в ногу со временем. Мы мало двигаемся, надо двигаться больше. Испытываем магнетизм. Среди подовков и конек, не расплескайте телес! И проявляем пленку. Можно воплотить свои мечты в реальность и просто создать что-то интересное. Музыка в лютеранских соборах зазвучала где-то в середине 17 века и почти сразу превратила церковь из чисто религиозного места в культурный центр. Сегодня традиция давать концерты под сводами храмов возрождается в Москве, Санкт-Петербурге и Сибири. Омскую кирху построили в 1995 году немецкий архитектор Швигер и наш Альберт Каримов. Натуральные материалы, кирпич и дерево, продуманное освещение и потолок высотой 14 метров. Архитекторы детально выверяли пространство для создания уникального, аутентичного звучания. Хотя как-то странно, что это не концертная изначальная площадка, но здесь и басы звучат и не перекрывают верха, а верха просто как голос ангела. То есть вот у нас есть Павел Лунин, первая скрипка, и он вот играет верха, это просто вот свет какой-то, лучик звучит. Вот, очень красиво получается по балансу квартет. Невероятно нежно прозвучала пьеса Дмитрия Шостаковича из детского цикла. Кстати, именно этот композитор придумал праздновать 1 октября Международный день музыки. Ежегодно он отмечается большими концертами, где исполняют сочинения великих классиков. Эти стены, да, скорее всего, располагают больше к порочной классической музыке, к такой традиционной, которая звучала в католических церквях во времена Баха. То есть все, и когда играешь такую музыку в этих стенах, такое чувство, что ты прям окунаешься туда в атмосферу в ту эпоху, и это очень здорово, поэтому этот зал располагает для такой музыки. Идею концертной жизни в Омской лютеранской церкви прихожане из священства вынашивали давно. Не было специалиста, который мог бы ее воплотить. Тогда епископ предложил должность концентмейстера Дмитрию Креймеру. Органист и дирижер лютеранской общины в Красноярске согласился и переехал в Омск. Теперь каждые выходные в кирхе будет звучать музыка для всех. Двери лютеранской церкви открыты абсолютно для всех. Тем более у нас скоро будет тоже интересная программа, где как раз будет арабский ут, дудук использоваться. И я думаю, для наших друзей из ислама это тоже будет интересно, и мы их обязательно будем ждать в гости. Сегодня в Кафедральном соборе звучали произведения Баха, Вивальди, Шостаковича и Моцарта. На самом деле это здорово. Прийти сюда не просто на богослужение, а приобщиться к музыке. Это здорово. И молодцы организаторы, что придумали такой интересный подход. Было очень приятно проводить здесь время. Здорово. Спасибо. Помимо местных артистов, в первом сезоне выступят музыканты из Новосибирска, Томска, Тольятти и Санкт-Петербурга. В жизни каждого случался такой паршивый период, когда было не с кем гулять. Вот, например, такие товарищи не всегда отвечают тебе взаимностью. Тогда что скажете вы делать, а взять и прийти на Всероссийский день ходьбы? Птичья гавань принимает Всероссийский день ходьбы. Цель Амичей пройти 10 тысяч шагов. Необходимую, как принято считать многими, норму пересчитали в 3 километра. Расстояние серьезное, поэтому участники разминаются. 10 тысяч шагов. Это много или мало? Мало. Мы летом 25 обычно проходим, когда гуляем. Можно было в магазин сходить? Нет. 10-й старт в этом сезоне. 10 тысяч шагов. Много или мало? Мало? Можно же просто походить вокруг дома, я не знаю. Нет, тут пар, тут красиво. Мы вообще каждый день после работы идем пешочком. Там пару, 3-4 остановки, потому что целый день сидеть. Куда все идут сегодня? Странно как-то. Да, здоровым образом жизни. Это как? Ну, чтобы быть здоровым. Надо преодолеть круг. А вы уже устали идти? Мы нет. Мы вообще никогда не устаем. Очень большое расстояние, мне кажется. Да, достаточно большое. 3 километра – это прям очень сложно. Давайте что-нибудь спортивное, чтобы все прямо завелись. Очень сильно. Тяжелый сегодня. 10 тысяч шагов. Город Томск я наш люблю. Идти российскую ходьбу. С бегом всех я поздравляю. И здоровья всем желаю. Почет ведете участников? Больше 600 пришло. Вот мы сюда, когда встали, смотрим, колонной шли люди. Вот просто. Прямо на ходу подсчитывали? Раз, два, три, четыре? Да. Больше 600. Жгуря, математик. Как будто только до 5 можете считать. Ну и это тоже. Если у человека нет возможности каждый день проходить такую дистанцию, что ему делать? Вставать с дивана и ходить. Нет, 10 тысяч – это вот прям минимум, который нужно современному человеку. Потому что мы действительно очень мало двигаемся. У нас дом, работа, машина, городской транспорт или личный автомобиль, там диван, компьютер. Мы мало двигаемся, надо двигаться больше. 10 тысяч шагов – магия чисел. Цифра вошла в обиход в 1964 году перед Олимпийскими играми в Токио. Японцы продавали шагомер под названием «Счетчик 10 тысяч шагов». Маркетинг прочно засел в головах людей, однако четкого научного подтверждения теория не получила. Пять или десять тысяч шагов – не так важно, как признаются участники соревнований. Главное – любить себя и помнить, что… Кроме этого, это строчки из стихотворения поэта Аркадия Кутилова. Намек на следующий сюжет. О жизни поэта говорят строками его стихов. Омская драма открывает 150-й сезон музыкальным спектаклем про Аркадия Кутилова. Необласканный жизнью, он писал на обрывках газет, скитался по чердакам, подвалам и теплотрассам. После смерти его назовут одним из ярчайших поэтов 20-го столетия. При жизни Кутилов сочинял под псевдонимом «Магнит» и едва ли мог рассчитывать на популярность. Автор идеи и композитор спектакля Тарас Михалевский с детства пишет песни на стихи поэтов. Рассказывает, что музыка для постановки о Кутилове писалась с 1998 года. Когда мы стали делать спектакль, многое я переосмыслил. Какие-то песни не вошли, какие-то я новые дописал. Позвал музыкантов серьезных, например, группа «Фрукты». У меня барабанщик там, перкуссионист замечательный, Фидель Алехандро. Тимур Усубов, тоже наш Аминчик, в Большом театре сейчас играет на скрипке. Ну, в общем, подтянулись какие-то серьезные ребята, фермачи. И мы записали все аранжировки в Москве. «Черный лось, напугай меня белым рогом, Пей копытом в трухлявый пень, Закружи по лесным дорогам, Но верни мне из детства день». Важную роль в этой истории играет беглец. Молодой парень, который только начинает жить, Однако уже успевший оступиться. Магнит становится его наставником, Дает шанс выучиться на своих ошибках. Вместе с беглецом поэт листает страницы своей биографии. Послевоенное детство, проблемы в семье, Годы в заключении, бродяжничество И последние мгновения жизни. То, о чем писал Кутилов, это сложная история. Он был открыт, открыт миру, понимаете? Но мир его не принял. Не принял такого поэта. Как бы... Потому что он бомжевал, Потому что он лежал в дурдоме, понимаете? «И когда из Умска сбегать собираешься?» «Видимо сегодня, если повезет. Распускайте, милый друг, Как ручеек из теплых рук Среди порядочных людей, Среди ворон и лебедей, Среди подолков и коллег Не распускайте интеллект!» «И пора тебе с кем-то попрощаться». «Санта Гене». Имя Аркадия Кутилова Все еще неизвестно широкой публике, В том числе в родном Омске, Где поэт провел большую часть жизни. Авторы спектакля надеются, Что творчество Кутилова Для многих станет открытием. В октябре пьесу сыграют несколько раз. Магнита со сцены омской драмы Услышат полторы тысячи зрителей. В ночь костер Да такой, чтоб сразу Подписывайтесь на наш канал! Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения, Иран, Монголия, Бразилия. Театральные коллективы из семи стран Пожаловали в гости Комскому Орликину. Несмотря ни на что, Фестиваль смог сохранить международный статус. Хотя некоторым артистам Пришлось совершить настоящий подвиг 48 часов летел Родриго Андрадо из Сан-Паула, Чтобы в третий раз попасть на форум кукольников. Прежде всего, меня очень тепло принимает публика. Я вижу, насколько им нравится. Также мне импонирует высокий профессионализм участников фестиваля. Поэтому я стремлюсь сюда снова. Это помогает налаживать связи. Я на этот раз привез спектакль «Где мой нос?». Эту историю я помню с детства. Ее рассказала мне мама. Она о клоуне, который потерял свой нос. Премьера в Бразилии была в 2010. Там мы показывали его втроем. А сейчас будет соло-версия. Удивить зрителя стремятся все. Татарский театр Экият из Казани покажет постановку, где среди кукол танцует профессиональная балерина. Пермскому коллективу на сцене нужны детали конструктора лего. А гостям из Улан-Батора не нужна даже сцена. Впервые спектакль будет показан на площади, где будет выстроена такая импровизированная палатка юртов, в которой будет проходить сам спектакль. Впервые к нам приехал театр из Кыргызстана. Несмотря на то, что мы достаточно активно сотрудничаем с театрами ближнего зарубежья, но тем не менее, как-то все время мимо проходили театры из Бишкека. Очень интересная постановка по Чингизу Айтматову. Вне конкурса нашумевший спектакль «Турандот» от столичного театра имени Образцова. Еще москвичи привезли своих легендарных кукол из театрального музея. Выставку можно посмотреть в Арлекине. Афиша фестиваля рассчитана на зрителей всех возрастов. Самых маленьких Ереванский театр пригласил на спектакль «Крокодил». Первая песня я пою на армянском, потому что я хочу, чтобы зритель слышал армянский язык. А потом я все песни пою на русском. Я играю в воде. Там крокодильчик, который плевет в воде и поет в воде. У него нет друзей. Он хочет иметь друзей. Вот про об этом спектакль, про джим и мечта. В прошлом году постановка про скромного крокодила с самым добрым в мире зеленым сердцем была признана лучшим детским спектаклем Армении. Всего в конкурсной афише 17 спектаклей. Заявок же было около сотни. Омский орликин покажет историю про кота Мурлика. Внутренний дворик главпочтамта – территория гранжа. Ржавчина на лестнице и треснувшая краска. Пространство вокруг галереи «Водопад» оформило время. За этим окном – камерная экспозиция. На столе – натюрморт. Ранетки в хрустале, кофе и шиповник. В галерее персональная выставка Алены Рогатко. Художница представила свои текстильные панно, которые посвящены воспоминаниям о семье и детстве. Эти работы – попытка пробудить в зрителей ощущение тепла и безопасности. Обволакивающие и трогательные. Они символизируют убежище для ума и сердца. С качеством я занимаюсь последние полтора года. Увлечение возникло, наверное, просто от желания делать что-то руками. Это попытка, наверное, просто осмыслить тот опыт, который у меня был. У меня было две сестры, мама и очень такое маленькое комьюнити, в котором мы постоянно находились. И очень много мы учились друг у друга. Это уже четвертая выставка в галерее «Водопад», у которой появились свои поклонники. Сюда приходят не только, чтобы посмотреть на творчество разных авторов, но и за возможностью побыть в кругу тех, кто поддерживает городские инициативы, любит современное искусство и кому близок формат пространства. Для меня и Ленина работа – они такие очень трепетные, очень чувственные, нежные, теплые, что-то про комфорт, про легкость, про дыхание. Люди, которые к нам приходят, гости, им очень нравится пространство, несмотря на то, что оно такое по панку, маленькое. Здесь рядом есть замечательные помойные баки, то есть все такое, казалось бы, не совсем, ну, не супертипичная галерея. Но если посмотреть на контекст, в котором мы находимся, ну, не только омский, а вообще в целом контекст современного искусства, это сейчас очень актуально – делать маленькие галереи. На многих работах Алены чувства изображены через руки. Они оберегают, согревают, поддерживают. Эти простые образы создают ностальгию, возвращают нас к собственным счастливым моментам, показывая, что память может стать опорой для души. Безупречное исполнение – результат долгих репетиций. Так инструмент становится продолжением музыканта. Прочную связь демонстрируют ученики Центральной музыкальной школы Академии исполнительских искусств на сцене Омского органного зала. Даже в самые сложные минуты, когда ты притрагиваешься к инструменту, тебе лучше становится. Гастроли – тяжелы смена часовых поясов. Но приятны смены обстановки. Новыми впечатлениями. Для некоторых солистов Омск – долгожданная географическая новинка. Первый раз в Азии, по факту, да, так, ну, живу в Москве, родители у меня живут в Испании, вот, и, ну, как-то очень приятно, вот я вчера приехал, такой свежий воздух. Когда человек играет о музыке, он должен думать только о наслаждении, потому что музыка – это равно наслаждение. Профессионалы на удачу не рассчитывают, прогрессируют благодаря работе на репетициях. К этому выходу на сцену виолончелистка Ольга Ушакова готовилась 8 месяцев. Быть артистичным музыканту нужно, считает солистка, но лишние эмоции могут помешать, потому предпочитает оставаться с собой. Если я подумаю о чем-то лишнем, то есть не о музыке, то у меня сразу сбивается текст. Если ты будешь кого-то изображать, то все, ну, по крайней мере, мое мнение, что все будут думать, о, фу, пагиатер. Когда я была маленькая, у меня было волнение такое, что, типа, а вдруг я облажаюсь? А сейчас я такая, все, на мана. Выпиваю кофе и дальше. На лене мультики у ребят просто нет времени. Музыкальная красота требует жертв. Ну, вот чем-то приходится жертвовать ради карьеры, ради будущего. Ну, только так. Для музыки нет тоже никакой разницы в возрасте. Мы просто делаем свое дело, договариваемся о каких-то общих наших намерениях, о темповых, о динамических. Ну, я медленно не очень люблю. Я люблю больше быстрый, там, как Шостакович. Я хоть и люблю там заслабиться очень, там, посидеть в ногушке, там, просто поезжать. Но на сцене нельзя, потому что это сцена все-таки. В программе немецкие классики. Ромберг, Гендель, Бах. К их сочинениям музыканты относятся с особой ответственностью. Важно не переборщить с эмоциями, которые были под запретом в эпоху барокко. Сдержанность не делает артиста равнодушным. Наоборот, говорит о понимании текстов. Ну, а сейчас зачастую слушают рэп-песни, и слова уже все объясняют, а здесь ты можешь найти что-то свое. Если сравнить каких-то двух композиторов, к примеру, 18-го века и 20-го, то просто будет вроде как и один инструмент, вроде как, ну, по факту те же ноты, но абсолютно другая музыка, абсолютно разные чувства. Классика бесконечно красиво, она как будто пронзает сердце. Мы приходим для вдохновения для своих детей, потому что после просмотров наш ребенок тоже захотел играть на инструменте и также выступать на сцене. Мы ходим уже третий раз, приходим на концерты учащихся центральной музыкальной школы. Конечно, это большое удовольствие. Получить новую порцию мотивации воспитанники ЦМШа приглашают о мече 11 ноября. Вновь в коллаборации с камерным оркестром музыканты обещают представить программу «Игрушки на елке». Подписывайтесь на наш канал. Зачем мы приходим в кино? Расслабиться? Отдохнуть? А для чего берем с собой детей? Просто побыть вместе? Или все-таки чему-то научить? Показать хороший пример? Помочь? Поверить мечту? Какой он современный детский фильм? Об этом говорили на международном кинофестивале «Семейного и детского кино» 0+. 7 дней, 169 фильмов, 40 стран-участников и 40 фильмов из России о дружбе, семье, приключениях, о культуре, о том, что значит быть маленьким и как это становиться большим. Будь это в России, в Индии, в Китае, Непале или любом другом уголке мира. Если мы возьмем эти фильмы и будем показывать нашим детям, они быстрее начинают понимать культуру другого человека. Если у нас это получится, то тогда все к нам будут по-другому относиться. И мы будем по-другому относиться ко всему миру. Хедлайнер фестиваля 0+, в этом году – вторая часть фильма про озорного школьника Ивана Семенова от режиссера Антона Богданова. Того самого Антохи из известного сериала. На этот раз главный герой фильма отправляется в большой поход. И очень хочется сказать, что, ребят, детство одно, берите рюкзак, выходите из дома, закройте ноутбук. Но просто посмотреть фильм мало. Увиденное важно осмыслить и обсудить. Тогда кино перестает быть развлечением, превращается в пособие по личностному росту. Об этом гости и жюри фестиваля говорили на форуме «Кинопедагогика». Вести уроки кинопедагогики можно в школах, в кинокружках, на базе социальных кинозалов. Кинопедагогика сегодня очень важна в глобальном масштабе. Россия сейчас является ведущей страной в кино и медиаобразовании, что очень важно для наших детей, которые подвергаются множеству разных опасностей, исходящих из интернета. А пока взрослые думали, как учить детей, дети и подростки учились искусству дубляжа, мультипликации и кинотанцу. И, конечно, просто ходили в кино. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. А почему? Потому что оно доступно и много может научить. Для тех, кто не смог приехать в Тюмень, работает специальный онлайн-кинотеатр «Зеро Плюс». Смотрите кино. Но не забывайте про формулу кинопедагогики. Смотрим, мыслим, говорим. У поклонников ретросъемки праздник. В Омске открывают лабораторию по ручной проявке пленки. В 2023-м эта фотография остается популярной. Одни ностальгируют, вооружившись фотоаппаратами родителей. Другие занимаются пленкой профессионально. Винтажный объектив третьих фиксирует все вокруг. И, казалось бы, зачем тратить время и средства, когда есть смартфон? Снимки рождаются за секунды. Да еще и собирают лайки в соцсетях. Вот это таинство того, что там получилось, наверное, это основная магия. Помимо самого результата, да, там, ну, той картинки, которая получается на пленку, наверное, это даже не главное. Главный именно вот этот вот процесс и ожидания. Да, я согласна с Сережей, что пленка – это больше как раз-таки по процессу. Про твое взаимодействие с материалом, как раз-таки ожидание результата – это самый кайф. В лаборатории рады не только влюбленным в пленку. Здесь стремятся объединить омских фотографов. Планируют учебные мастер-классы, фотопрогулки, тематические вечеринки и кинопоказы. А еще могут помочь с персональной выставкой. Первая экспозиция волны демонстрирует омское лето через объектив фотографа Евгения Софийчука. Я сам начинал снимать именно на пленку. Даже вот какие-то уличные сюжеты, что-то динамичное, что-то такое. То есть экспериментировал с советской фототехникой, с советскими объективами, даже сам там что-то проявлял. Пусть эта фотография, ну, будет там не совсем идеально, то есть она будет зернистая, она будет там со вспышкой, там, может, где-то даже красные глаза. Но это, типа, придает такой определенной жизни, что ли, ну, какая-то более настоящая фотография получается. Подержать в руках раритетную фототехнику, полистать журнал «Советское фото» и, получив несколько советов от известных стрит-фотографов, отправиться за первыми в жизни снимками. Сами люди, которые здесь работают, очень творческие и открыты к новым идеям. Можно воплотить свои мечты в реальность и просто создать что-то интересное. Тех, кто был на открытии, ждет сюрприз. В лаборатории проявят и оцифруют атмосферные снимки, которые посетители делали на старую мыльницу. Всем привет! Пятница означает только одно время планировать выходные. Хватит Николаю получать все лучи славы. Сегодня с вами я, Полина. И сейчас я расскажу, как провести свое свободное время. Если оно у вас, конечно, есть. Все мы знаем, кто лучшие друзья девушек. 6 октября нас приглашают на мастер-класс по ювелирным украшениям. Расскажут, как с их помощью создать уникальные образы и подчеркнуть свою индивидуальность. Эх, вот бы увлечься и как бы невзначай уйти домой с цепями наперевес. 7 октября G-Drive Arena исполняется год, что и Авангард приглашают гостей, чтобы вместе отпраздновать этот день и заодно посмотреть матч против Челябинского трактора. Хоккеисты вернулись домой после продолжительного выезда, и клуб обещает множество сюрпризов. Надеюсь, это будет не шайба в собственные ворота. В воскресенье настраиваемся на новую рабочую неделю. Советую выезд за город. На берегу Драверта можно перезагрузиться, насладиться прекрасным панорамным видом на осеннюю природу, живописными оврагами и ртышом с высоты. А также послушать рассказ экскурсовода о жизни ученого, поэта и собирателя метеоритов Петра Драверта. Вы когда-нибудь задумывались о том, как актер готовится к роли и как ему удается так точно передать образ персонажа? На эти и многие другие вопросы ответят артисты умских театров. Приходите в дом актера, там ждет мир за кулисья. 13 октября в музыкальном театре будет горячо. На сцене встретятся 8 влюбленных женщин. Детектив о том, как дамы трех поколений расследуют убийство главы семьи. А кто еще? Ведь кто, как не мы, знаем, что лучше сделать самой, чем кого-то просить. Интрига одна, к чему приведет эта инициатива. А на этом у меня все. Я желаю вам насыщенных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова